Это решит ту проблему пробок, которую мы наблюдаем ежедневно, когда со стороны Ачинска въезд в город стоит на улице Брянской до Калининского кольца. Это позволит нам перехватить то количество людей, которые едут в город на работу, со стороны поселка Емельянова, со стороны Емельяновского района в целом. Безусловно, Аэроэкспресс – это замечательный вид транспорта, скоростной и мобильный. И появление этого вида транспорта, конечно, бы значительно усилило сервис в нашем аэропорту Емельяновом и приблизило бы, опять же, качество обслуживания к городам, мегаполисам европейским, развитым. Но другой вопрос в том, что если сравнивать, к примеру, нас с Москвой, а там три аэропорта, и пассажиропоток каждого из них составляет более 20-28 миллионов человек в год, разумеется. У нас в Емельяново сейчас около 2 миллионов пассажиропоток. Безусловно, показатели с каждым годом растут, и темпы достаточно серьезные. Но как скоро наш пассажиропоток приблизится к европейским меркам, мы, к сожалению, пока точно сказать не можем. На самом деле, в Аэроэкспресс, который работает у нас на направлениях, например, Шереметьево-Москва, то там входит обычный П-200 электропоезд, который переоборудован с мягкими местами. Мы ездим в Красноярце на таких же самых составах. Для примера, по улице Свердловская и Семафорная, где там проходит железная дорога, Транссиб, мы можем двигаться со скоростью 180 км в час. Сегодня уже мы ездили с этими скоростями, испытывали, и у нас инфраструктура готова для того, чтобы двигаться с такой скоростью внутри города. Так как мы находимся в разных уровнях с автомобилистами, они у нас не пересекают через переезды, они проходят у нас под виадуками, либо под путепроводами, которые есть на Свердловской улице, Матросово-Свердловского посещения, и на улице, например, проспект Свободный. То же самое, вполне вероятно, что этот подвижной состав способен обеспечить такую же скорость движения и на участке от станции Красноярск, Бугач и аэропорта Мирьянова. Это даст возможность преодолеть 20-километровые расстояния, вы можете посчитать, меньше, чем за 10 минут. С точки зрения обывателя, конечно, предложение просто супер. Супер, почему? Потому что, улетая из города Красноярска, проблема одна, как добраться. Добраться на каком-то рейсовом транспорте невозможно. Можно добраться только на машине. Проблема со стоянкой, в аэропорту три стоянки, попасть туда просто невозможно. Решение экспресса будет просто великолепно для людей, прилетающих, улетающих. Я думаю, что это даже увеличит несколько пассажиропоток через город. Дело все, конечно, финансируемое. Дело финансируемое. Ну, хотя вот уже некоторые частные инвесторы заявляются на этот проект, готовы поучаствовать. Поэтому, думаю, что не за горами это может все состояться.